Телеканал КРТ представляет Здрасте, здрасте. Ну, продолжаем наши встречи-разговоры. Знаю одно место, где священники исключительно предпочитают Мерседесы большие. А кто не на Мерседесах, на джипах. На Афоне, к примеру. А там просто ничего другое не проедет. То есть, если это Мерседес, то это полноприводный грузовичок Мерседесу не мог, который карабкается по этим горным дорогам. Или какой-нибудь джип, он, конечно, часто с отбитым бампером. Потому что это жизненная необходимость. Такие машины. Потому что там не всегда и Мерседес проедет. Полноприводный у него армейский грузовик. А иногда бывает, что и в пропасть срываются, и гибнут. Ну, теперь смотрите. Монастырский монах, который постоянно в трудах, в заботах, в работах. Понятно, что у него жирок и не завязывается. Некогда этому. Служба, послушание, другой образ жизни. Батюшка, а почему же вы не такой? Потому что очень мне понравились слова нашего лаврского отца Поликарпа. Замечательные слова. Когда он сравнивал, говорил об афонских монахах и о нас. Монахах таких городских, не пустынно жителей. Он говорит, они, как белые медведи в арктической пустыне. Где холодно, голодно, куча опасностей. Можно себе просто не найти пропитание и погибнуть. Но они абсолютно свободны. А мы, городские монахи, те же самые белые медведи. Но в зоопарке. У нас есть бассейн с водой и ледышками. Нас всегда накормят рыбкой. Нас всегда подлечат, если что-то. Но клетка. Поэтому, конечно, пустынный житель гораздо более свободен. А в чем заключается их свобода? Они же живут в ограниченных территориальных условиях. А это свобода внутри. Быть свободным от многих условностей, которые, то, что вы говорили, которые навязывают общество нам. Так может, как раз наоборот, из-за того, что они как раз в таком единении им легче, а те, кто в городе, им сложнее. Соответственно, больше искушений. Если у них проходит, тогда больше награда за то, что они в городе смогли сохранить это смирение, чем те, которые ушли в пустыню. Это разные среди. Им изначально проще. Подожди-ка. Разные подвиги. Разные. Разные. Иоанн Золотовус говорит, различен милование образа. То есть, понимаешь, даже внутри монашества человек может... Там есть некая инвариантность подвига. Наверное, свобода, о которой я говорю, вот ты не знаешь, не боятся очень многих вещей. Не боятся там кризиса. Не боятся, что не успеет себе новый айфон купить. Не боится быть смешным. Не боится, что ему нечего будет есть. Зачастую рассуждение о монашестве – это рассуждение туристам. Давайте так. Кто является хозяевами наших приходов? Благочинный. Настоятель, епископ, Господь Бог. Городская власть также является... Городская власть. Влияет на ваши приходы. Как показал опыт последний. Влияет, да. Ну, если метафора, то Бог, наверное, если нормальный приход. Я думаю... Мне кажется, Бог... То есть вы считаете, что оно ему реально нужно? Нет. Это все для нас. Вообще, хозяевами прихода является в той или иной мере община. Приходская община. Подчиненная священноначалию, возглавляемая настоятелем храма, координирующая свои какие-то законодательные и хозяйственные дела с государством. Да, это все есть. Но хозяевами, кто распоряжается, является община. То есть все вы, вот прихожане какого-то храма, по большому счету, являетесь его хозяевами. Это ваш хозяйство может проявляться в той или иной мере. В монастыре не так. Все прихожане монастыря являются гостями. А хозяевами является монашеская община. И поэтому ее устав, знаете, говорят, со своим уставом в чужой монастырь не лезь, традиции и то, и все, все расписано под интересы именно этой монашеской общины. Знаете, почему женщин на Афон не пускают? Удел Богородицы. Там была история с Богородицей. С ними не чувствую себя свободно. Подождите-ка, подождите-ка. Подождите-ка. Удел Богородицы, это будет звучать серьезным аргументом для того человека, который почитает Богородицу. А представьте, какую-нибудь мусульманскую тетку, она спрашивает, что меня не пустят на Афон? Чтобы не искушала. На основании чего? Одним своим внешним видом. Монахи – это люди, которые отошли от мира и как бы отреклись от этого. Так, к этому мы вернемся. Но какое право ее имеют не пускать ее? У них свои правила, наверное, на каком-то уровне государственном они имеют право. Частная территория. Умничка! Велосипедистом. Ну вот смотрите, мужчин же пускают на Афон, а женщин нет. Так здесь, значит, идет дискриминация? Отличный вопрос. Представь себе, что это чья-то квартира. И хозяин имеет право, собственник этой квартиры, дискриминировать кого угодно. И не пускать кого угодно. И не разрешать у себя ходить, хозяинщить. У тебя же, наверное, замок есть на двери, да? Просто, чтобы не шастали. То есть хозяин этих земель запретил именно женщинам. Значит, хозяин не разрешит женщин. Они сами сознательно удалились от этого мира. Они сознательно избрали себе такой образ жизни. Сознательно сделали правило там, кого не пускать. Это не значит, что мы говорим, мы такие святые, что вы, девушки с красивыми ногами, пожалуйста, сюда не ходите. Говорит, нет, мы люди немощные. У нас всякие фантазии всякие бывают. Поэтому вы будьте снисходительны к нашим немощам. И они себе избрали такой образ жизни. Я уже когда-то приводил слова Геронта Григория Дахиарского, покойного, который говорит, что настоящий монах в идеале неизвестен миру вообще. То есть он удалился от мира настолько, что мир не подозревает о его существовании, о том, здоров ли он, болен ли он, жив ли он, мертв ли он. Но даже в условиях самой жесткой современной пустыни, вот Афона, да, к примеру, это 4 года, не больше. То есть потом все-таки знают о его существовании. Но, вот глядя на это, очень важно заметить одну вещь. Часто, вот попробуйте как-нибудь в качестве эксперимента в каком-нибудь монастыре стать со стороны и понаблюдать за приехавшим автобусом с паломниками. Тарда! Просто! Они, значит, бегут, они спешат все обцеловать, ко всему приложиться. Причем, я понимаю это желание, ну в кои веки выбрался, но зачастую мы сами вот в таком духовном порыве напоминаем каких-то волшебных птиц, каких-то дятлов, которые ходят, знаешь, покрывали все и пошли. Вот, накупить всяких духовных сувениров, иконочек, ну хорошо, если на раздачу кому-то, а то же себе там, чтобы дома всю стену завесить обязательно. Ну хорошо, если вспомнит еще, если будет молиться перед этими иконами. Все, голопом оббежали, поэтому для меня, честно говоря, какие-то туристические вот такие вот заманухи, не надо путать паломничество с христианским туризмом. И когда говорят, это в других фирмах вам покажут только два монастыря, а в нашей фирме паломничество и туризм там, за один день вы посетите семь монастырей. Я вот был в Грузии прошлым летом, вот дивный такой опыт, я не буду там говорить на уровне мистики какой-то, но когда подошел приложиться к мощам преподобного Гавриила Ульги Баадзе, дивного святого такого, я вдруг понял, что не надо тут гасать по всему этому монастырю, пытаться обцеловать все иконы. Сел где-то себе в уголочке, там возле мощей, где ты не мешаешь никому. Встал или сел и молись. Просто поговори с ним. Вот останови вот эту внутреннюю суету. Попроси за своих родных, за своих близких, за тех, кто просил тебя молиться. Не суетись, не мельтеши. И вот когда эта суетная толпа вламывается в монастырь, значит, желанием за полчаса облагодатиться, набраться благодати по самой неболуне. Вот. Монахи прячутся. Раз! И разбежались. И остался только один какой-то послушник, который с отмороженным видом свечки там продает. Вот, да. А все остальные куда-то попрятались. Сколько раз было, что в монастырь какой-то заезжаем, мимо машина там заехала с монахами, только нас увидели. Я священник. Куча народу, верующая рядом была. Все. Растворились, попрятались. Мы вообще разучились говорить на языке общечеловеческой реальности. Ни монахи не пускают женщин, а люди не пускают людей. Если я на кухне варю суп и я в халате, я повешу табличку «Не заходите». В отеле будет висеть табличка «Дон дистроп». Но никого это не тревожит. Мы опять… Я вот заметила, как вопросы задаются. Это дискриминация. Слово «мем», слово «медиавирус», слово из определенной практики интернет-технологий, которые я просто знаю, как делаются. И это как линия партии сейчас заменяет. То есть, вместо того, чтобы разобраться в общечеловеческой проблеме, тут же символически, это называется символически обозначающая эта штука, тут же мы заимствуем из интернета, из гендерной риторики, из выступления какого-то лидера общественного мнения. Да, нам это навязывает страду. Для того, чтобы посредством их выразить чужую мысль, не свою. Поскольку эти слова на слуху приходится мне тоже к ним обращаться, чтобы отвечать на доступном языке, приходится на языке этих же мемов, но я именно об этом говорю, что это право просто хозяина квартиры, просто право человека куда-то не пускать. Но, если вы хотите посетить какой-то монастырь, вот, чтобы больше понять и проникнуться, приезжайте туда без суеты. Я зачастую говорю, что, наверное, в Киеве женщины имеют возможность очень хорошую посетить Афон. – Каким образом? – Альшанка. Великая Альшанка, монастырь от рады и утешения. То же самое чувство. Во-первых, архитектура – это новый монастырь, но архитектура, традиции, он, ну, то, что его опекал, строил его владыка Иона наш, опекал его, его дехериты опекают, дехерские монахи, очень такая связь духовную поддерживает. И вот ощущение то же самое. И от архитектуры, да, с учетом наших среднегодовых осадков, но вот те места, когда ты не можешь, как на Афоне, понять, ты снаружи или внутри. Но, если вы приедете в Альшанку, это тоже очень не обрадует сестер, место, монахини. И они точно так же попрячутся и разбегутся. – А дискриминация наоборот? – Нет, мальчики, девочки, они попрячутся, они попрячутся и разбегутся. Для того, чтобы вот сохранить своего вот этого, знаешь, внутреннего человека от привносимой суеты. Поэтому мой искренний совет, в какой бы монастырь, хоть в мужской, хоть в женский вы не приехали, в паломничество, если вы хотите там приобрести для своей души как можно больше, привезите туда в подарок, что? – Культуру. – Еще вопрос? – Тишину. – Еще? – Сердце. – Себя привезите? – Любовь. – Ну, себя навсегда же не останешься, не останешься. – Любовь деятельна. – Молитва? – Ну, просто культурное достойное поведение. – Спитание. – Две рабочие руки, привезите просто, подойдите вот к тому монаху, который свечки там в монастыре продает, или к монахине какой-то. Сказали, я приехала сюда на день, вот хочу к этому прикоснуться. Братья или сестричка, что тебе помочь? – Вы сказали, дахиарские монахи, а что это за монастырь? Почему именно Дахиар, почему не какой-то другой? – Просто сложились очень-очень теплые дружеские отношения с этим монастырем. У Ионинской братья, вот, и так и блаженнейший наш Ануфрий не раз бывал там. – Я смотрелся один фильм, документальный, как раз про Дахиар, про этот монастырь. – Где ты, Адам? – Где ты, Адам? Саме так. – Да. – Достатньо таки цікавий фильм, я раджу всему видеться, он как проповедь. – Замечательный фильм. – И там вот рассказал от монахов, что мы лягаем, когда темно, стоим когда темно. Вот мне интересно, вот они мало сплять, они едят, как при таких условиях можно так много працювать и так, скажем, усердно молиться? – Как они так могут? Не знаю, у меня чуть пуп не развязался. Ну, именно потому, что я медведи с зоопарка, понимаешь? – Ну, рядовой день, вот скажем так, в половину третьего начинают стучать в било, будут на службу. Ну, ты еще можешь потихонечку, никто тебя никуда не гонит, утренние молитвы тебе читать не надо, это все будет в храме. Ты где-то без десяти три приподнялся, этого достаточно, чтобы в туалет сходить умыться, потому что до храма тебе от кельи идти две минуты. У них все вот здесь, вот рядом, служба утречком, полуночница, утрення, утрення утром служится. То есть, слава тебе, показавшему нам свет, вот лучик солнца появился. Часы, литургия, закончилась литургия, раненько утром тоже, там, около восьми часов. И тут же прямо все пошли на трапезу из храма, и монахи, и паломники. Там тебя никто не заставит в храм идти, ты можешь, ну, не шатайся просто праздно по монастырю. Это во всех монастырях, не только в Афонске, такая традиция для паломников. Пошли по трапезе, изничали. Потом, кто помоложе, понемощнее, могут какое-то время передохнуть. Но я заметил, что первый стол, то есть, самые старые, самые опытные, самые... И сразу пошли в какую-то рванину переоделись, вот, и пошли работать. Вечером тоже там передохнули, умылись, в порядок себя привели в храм. Вечерня сама по себе очень короткая. После вечерней. Вечерняя трапеза, ну, когда положено, по усталу. Вот. И потом... Мы в этой сон. А? Мы в этой сон дали, так? Смотри, и потом по вечерней. То есть, наши вечерние молитвы, там, правила, три канона ко святовому причащению. Это сокращенное до нельзя по вечерии. Вечерняя трапеза, по вечерии, все. Но дальше можешь читать, можешь сам молиться, там, ну, кого какое правило. Кто-то сразу ляжет отдохнуть, и так, и за дня в день. Вот же ж, и кажешь, что, если бы все знали, как в монастырях добре, то, может быть, весь свет туда пішел бы. Да. Но если бы знали, как там тяжело, то, может быть, все-таки никто. Да. Вот. Ну, для того, чтобы это понять, это не приехать на день, а поцеловать святинки. А чуть-чуть что-то помочь. Чем можешь? Никто от тебя, от паломников, никто не требует много. Но тогда ты действительно прочувствуешь, поймешь. И, смотрите, они, они реально, они худющие, они в трудах все время. На номерсадесах. Вот. Вы когда там побывали впервые именно в этом монастыре, что вас впечатлило? Я два раза всего вообще на Афоне был. Что вас впечатлило? Что вас... Я сейчас скажу. Мы чаще ищем святых мест и предметов, чем святого общения. Меня везде, в местах, где я бывал, впечатляют люди. Христиане. Люди, которые своей жизнью, в пример мне, являют Христа. В первый приезд, покойный Еронта Григорий. Второй приезд, его преемник Еронта Амфилохи. Вот все ищут благодать какую-то и Бога где-то. Хотя, ну, допустим, взять же наш Киев. У нас такой кладезь святых, Киево-Печерская лавра. Я об этом забываю. То есть, знаете, еще тут такой момент, что идут за Богом куда-то. Но почему-то, если в Лавру, то там красиво, да. Помним, там вроде святые. Но все реже приходят именно за Богом как-то так. Но это то, что я сейчас наблюдаю. Ты понимаешь, ну, все-таки в больших монастырях зачастую очень много туристов. Да, от них трудно спрятаться самому. Но кто хочет, тут всегда где-нибудь в пещерах, там, станет подальше от этой толпы, станет спокойненько помолиться. Все, что ему нужно. Ну, понимаешь, а тут чувство привычки к святыне, оно всегда есть. Когда мы того, что рядом с нами, постоянно мы не ценим. Поэтому мы куда-то, знаешь, как специалист, это всегда человек не из нашего города. В который раз, повторяю, то есть, нет пророков в своем Отечестве. Вот, то есть, к этому мы привыкли, мы привыкли к этим святыням. Нам казалось, что имеем, не ценим. Потеряем, плачем. То есть, научиться именно бережно душой относиться к своим святыням. И, наверное, для прикосновения к благодати нужно вот эту внутреннюю суету в себе остановить. Монахи, вы знаете, неизвестно, кто больше делает для спасения, сохранения этого мира. Миссионер, который где-то беседует с кем-то. Или монах, который молится за этих же людей. Нужны и один, и другой. Ой, это именно разный делание образ. По-разному надлежит быть разномыслием между вами, чтобы в споре вы являлись искуснейшие. Как у апостола, у них тоже было. Да, они были разные. Они были разные. То есть, это может быть по-разному. Делание может быть разное. Одному быть затворником, другому миссионером. Самое главное не ошибиться, вот услышать, к чему тебя Господь призвал. Знаете, вот как какой-нибудь радиоприемник, разберите, если все радиодетали будут одинаковые, одни транзисторы, или одни сопротивления, или одни диоды, работать он не будет. Разные там должны быть, чтобы вся схема работала. Так вот, если хотите... Все элементы все равно в любви должны. Конечно, они все связаны между собой. Так вот, если хотите монастыри, монахи какие-то, отшельники, воспринимайте их как конденсаторы, или как аккумуляторы, в которых именно хранится то, чего не хватает многим подвижным и суетящимся элементам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok